Добрый день, друзья и мои прекрасные зрители! Сегодня заканчиваются святочные недели. Начинается крещенский сочельник. Издавна в рождественские святки было принято каледовать, ходить в гости, навещать больных стариков, дарить подарки, гадать, собираться по вечерам вместе с детьми и читать им сказки. А я в эти дни люблю доставать из книжного шкафа драгоценные сказки, подаренные мне моим родителями на Новый год, когда я была еще крохой. Это были необыкновенные сказки, иллюстрированные замечательным художником Иваном Яковлевичем Беливиным. С этих тонких книжечек и началась моя любовь. К русской старине, к родине, к ее полям, лесам, рекам. Я могла часами разглядывать эти книги. Беливин впервые в русском искусстве представил книгу как целостный организм, как художественно оформленный предмет, напоминающий узорную шкатулку. Художник – автор рисунков, а также автор обложки, особого вида шрифта и орнаментальных украшений каждой страницы. И книга превратилась в стилизованные старинные рукописи. В течение четырех лет Беливин проиллюстрировал семь сказок, в том числе «Сестрица Аленушка» и «Братец Иванушка», «Белая уточка» всем известная, «Царевна лягушка», «Марья Маревна». Но вот у меня из семи книжек мне в детстве подарили вот у меня только три этих книжки. Это «Василиса Прекрасная», «Перышко финиста ясно-сокола» и сказка об Иване Царевиче, «Жар птице» и о сером волке. Наступают святки. Самый интересный и увлекательный период в году. Главное занятие на святке – гадание, а перечень святочных гаданий чрезвычайно обширен. Девушки, как подростки, так и постарше, те, кто на выдание, гадали на жениха. Гадание происходило либо в бане, либо в избе. Люди взрослые гадали, какой будет год, богатый или неурожайный, будут ли пожары, кому приплод в семействе прибудет, кто уедет, кто приедет в гости. Повсеместно были распространены гадания на тень, жгли бумагу и смотрели, какая от нее тень. Плавили воск или олово, кидали валенок на перекрестки, с какой стороны жених приедет. Гадать продолжали до крещения. Увлечение Ивана Белибина русской стариной получило отражение не только в иллюстрации к русским народным сказкам, но и к сказкам Пушкина. Работе над ними предшествовало создание декораций и костюмов к операм римского-корсакова «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о царе Салтане Пушкина». Роскошные царские палаты, сплошь покрыты узорами, росписью, украшениями. Мы видим в этих иллюстрациях. Здесь орнамент настолько обильно покрывает пол, потолок, стены, одежду царя и бояр, что все превращается в какое-то зыбкое видение. Вы видите прием салтаном корабельщиков. Пространство Сэна перспективно уходит как бы в глубину, а на переднем плане чинно выседает на троне царь с приближенными. В церемонном поклоне склоняются перед ним гости. Парчевые, бархатные их наряды, крупный орнамент драгоценных тканей превращают передний план в какой-то движущийся ковер. Еще более театрализована заключительная сцена пира. В центре плоскость израсового пола царской трапезной. Сходящимися в глубину линиями стоят стрельцы с бердышами. Задний план замыкается вышитый скатертью, столом, за которым сидит вся царская семья. А в центре боярин, играющий с кошкой. Возможно, это рассказчик, который заключает сказку традиционной концовкой. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. И обратите внимание, что обложка и вообще все эти сказки Пушкина оформлены уже совсем по-другому. Вот посмотрите, как красиво вязью написана сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. После ярких, красочных рисунков Ивана Белибина, теревного дворца царя, я не удивилась, попав во дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. И внешний его вид, и внутреннее убранство нашло тут же отклик в моей памяти. Хочу рассказать вам еще одну сказку. Помните мою поездку в Коломенский дворец Алексея Михайловича, где я была поражена тем, что увидела то, что видела, читая сказки, иллюстрированные великим художником Иваном Яковлевичем Белибином. Да, дорогие друзья, я попала в сказку. Снимаю, снимаю, еще можно много что снимать, и я нахожусь просто в чудесном... С чудесным праздником Господнем, дорогие мои друзья! Счастья и радости в душе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!